Привет народ! Скачет обороты холостого хода в машине. Вот сейчас иду попробовать узнать причину. У меня с собой Рено Канклип, ноутбук. Начнем с компьютерной диагностики. Причин может быть несколько плавающих оборотов холостого хода. Это загрязненная дроссельная заслонка, подсос воздуха. У кого стоит загрязненный, либо неисправный шаговый моторчик холостого хода. Ну и еще некоторые другие причины. Ну, сейчас будем смотреть. Вам может показаться, что это прогревочные обороты, но на самом деле это не так. Даже после прогрева машины они постоянно скачут от 1000 до 2000 оборотов. Ну, дроссельную заслонку я вот почистил, это ничего не дало. Значит, дело было не в дроссельной заслонке. Ну, второе подозрение у меня на подсос воздуха. Ну, посмотрим сейчас, что до начала скажет нам наш Рено Канклип. Тест компьютеров. Неисправности есть. В некоторых компьютерах обнаружены ошибки. Так, система впрыска. Вот нам и надо система впрыска. Выполнить диагностику. Так, смотрим. Напряжение питания 14 вольт. Ну, это зарядка идет. Так, записаны в памяти неисправности. Две неисправности есть, видите? Ну, тут вот идет, значит, что у нас там, педаль с цепью. Немножко глючит наш китайский Рено Канклип. Так. Записанный в памяти. Вот, ну, переходим вот сюда. Контроль неисправности. Давайте посмотрим, что там за неисправности. Так, цепь изменения характеристики распределительного вала. Тип щитка приборов мультиплексной сети. Ага, то есть у нас что-то с проводами. Вот. От датчика, получается, распредвала от маховика нашего идет. Точнее, было когда-то. Видите, оно мигает желтым. Значит, сейчас она не присутствует, неисправность. Но когда-то что-то было. Возможно, контакт плохой. Ну, давайте так. Пускай они туда. Удаление неисправности. Надо заглушить движок. Так, зажигание надо включить. Я же забыл. Включаем зажигание. Без заводки машины. Теперь жмем подтвердить. Команда завершена. Ошибки удалены. Так, ремонтный режим. Что он нам покажет? Кондиционер подключен. Контроль траектории нет. Считывание состояния и параметров нам надо. Так. Заводим машинку. Вот, слышно, как она газует, да? Так. Это кондиционер у нас идет. Так. Вот наши обороты. Сейчас режим двигателя отсутствует. Запрос ускоренного холостого хода отсутствует. Температура антифриза 52 градуса. Так. Вот наши обороты двигателя. Здесь разрежение в коллекторе. Вот разрежение повышенное. 400 мегабар. Вот эта цифра, давление впуска, должно быть в пределах в идеале 300-350. У нас как бы 370-380. Ну, многовато. Давление наддува 103 мегабар. Так. Вот я газую. Разрежение меняется. Отпускаю газ. Так. Подача топлива. Регулировка холостого хода активная. Активная. Так. Записаны в памяти неисправности присутствующие по ЦКБС. Давайте посмотрим контроль неисправности. Карточка. Карточка-то у меня батарейка там. Цепка-винир управления рулем было. Это можно не смотреть. Батарейка в карточке у меня села. Вот она отображает. В принципе, все нормально. Упсилитель рулевого управления. Управление кручающим моментом. Давайте посмотрим. Потеря кручающего момента 0. Вот это данный кручающий момент ньютона-метр. Так. Короче, тут как бы ничего подозрительного. Вот дроссельную заслонку можно проверить. Зажигание включено, двигатель остановлен. Глушен и включаем зажигание. Сейчас будем проверять дроссельную заслонку. С помощью специальной команды. Команда выполняется. Так. Сейчас у меня на панели тут выскакивают различные надписи. Команда завершена. АБС проверяем. Ошибок никаких нет. АБС 8.0 стоит. Восьмого поколения. Ну еще раз посмотрим систему впрыска. Давление. Что у нас? Основные данные. Считывание состояния и параметров. Система подачи топлива. Система подачи топлива. Обороты. Наши. Остановка воздуха холостого хода. Режим двигателя. Так. Система подачи топлива. Ну это норма сейчас. Мгновенный расход топлива за единицу времени. 0,8 литров в час. Все поправления бензонасосом. Активно. Так. Продолжительность впрыска 3.3 миллисекунды. Вот видите по кондиционеру. Давление хладагента 0. У меня не заправлен кондиционер. Возможно просто в нем есть дырочка. В патрухах. Температура антифриза 85. Прогрелась. Так. От давления. Вот смотрим 988. Сейчас. Так. А вот это вот. Это атмосферное давление. А вот это. Значит глушим машину. И смотрим. Эти цифры должны примерно совпадать. Атмосферное давление и давление впуска. Да. Видите. Они совпадают. Значит если цифры совпадают. То датчик абсолютного давления наш. Исправен. 90%. Что он исправен. Потому что 100% можно его проверить только тестером. Измерив сопротивление. Заводим дальше. Ну вот это многоватое разрежение. Так. Так. Вот это регулировка холостого хода. 8%. В принципе ничего криминального компьютерная диагностика не показала. Что я могу сказать по диагностике? Предварительные результаты. Ничего криминального наш рынок анклип не показал. Никаких там серьезных неисправностей на первый взгляд нету. Но похоже, что все-таки из-за подсоса воздуха. Идет подсос воздуха. В 9 случаях из 10 подсос воздуха бывает по прокладкам впускного коллектора и по прокладке дроссельной заслонки. Вторая прокладка, которая непосредственно где дроссельная заслонка надевается на впускной коллектор. Вот эта прокладка нам важна. И 5 прокладок впускного коллектора. Ну на этом на сегодня все. Буду заказывать тогда покупать прокладки впускного коллектора. И одна прокладка дроссельной заслонки мне нужна. Ну буду менять. Что делать? Видео вам сниму. Выложу. Ставьте палец вверх. Пишите комментарии. Может что-то порекомендуете мне. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписался. Всем пока.